Около 300 человек состоят в народных дружинах и общественных правоохранительных организациях в Уссурийском округе. За прошлый год активисты помогали обеспечивать порядок на мероприятиях, пресекать правонарушения и раскрывать преступления. На заседании штаба лучших отметил благодарственными грамотами глава администрации Евгений Курш. У Галины Макаровой обход проблемных мест уже на регулярной основе. Дружинники выходят на маршрут в сопровождении участкового. Наш участок, мы собираемся, Горького 69 общежития, там мы собираемся к 6 часам и идем с участковым по своим объектам. Самый главный у нас объект, это у нас под Дзержинского 52, бомбоубежище. В дружине присутствуют представители ТОСа также, представители пенсионного возраста, есть частично у нас молодежь. Молодежь, конечно, немножко слаба, но мы старшее поколение стараемся придать им более, как говорится, направленность. Для привлечения граждан в отряды дружины на заседании определили план стимулирования. Это бесплатное посещение бассейна, чайка, ледовая арены, театра и других мест культуры и спорта, что должно заинтересовать в основном граждан помоложе. Ведь традиции дружины передаются из поколения в поколение. Дружинники сами говорят, больше бы, конечно, молодежи. Хотя молодежь у нас участвует, и студенческие отряды есть. Но побольше бы в общественные мнения молодежи. А в основном, конечно, возрастные у нас такие отряды. Итоги прошлого года подведены. Проблемы обозначены. Планы на 2018 намечены. В настоящее время решается вопрос о выделении средств на приобретение проездных билетов на общественном транспорте для членов народных дружин. Илья Аманатов, Антон Войцеховский, Телемикс.